Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте, вот можете приготовить чаёк, я себе приготовила, а значит у меня есть минутка для вас, а может и не одна минутка. Много вопросов было по поводу того, что вы сказали, что ацетилсалициловая кислота вредна. Не только я сказала, и там сомнения идут, и несколько писем, поэтому я решила сейчас ответить. Здесь внизу, те, кто не видел это видео, шокирующее, про то, что открыли учёные Гарвардского университета и других по поводу ацетилсалициловой кислоты. Я хочу, кто этого не видел, предупредить, что вам нужно посмотреть это видео и сделать самим выводы по этому поводу. А те, кто позадавал мне разные прочие вопросы, я отвечу. Значит, для разжижения крови часто советуют использовать ацетилсалициловую кислоту. Но, как вот в том видео, внизу будет ссылочка в описании, я говорила, что она приносит, может быть, в какой-то мере пользу кому-то, но вреда больше. Закрепляясь на стенках желудка, частицы аспирина, ацетилсалициловой кислоты, так называешь, они въедаются в них и образуют со временем язву. Особенно она опасна для детей, да для всех. Поэтому фитотерапевты или люди, которые изучают травы, или даже у которых травы это хобби, они знают это и предпочитают отвары. Отвары листьев малины, там очень много ацетилсалициловой кислоты, и черной смородины. Они являются источником салициловой кислоты, даже можете записать. Кроме того, она содержится во многих фруктах, овощах, однако в количестве, конечно, недостаточном для значительного влияния на свертываемость крови. Но все-таки, например, малина. Ну, например, если вы будете в большом количестве кушать малину, то это вам очень хорошо поможет разжижить, сделать более, скажем так, жиденькой вашу кровь. Ну, это у кого сгущается кровь. Но следует помнить о том, что важно уменьшить употребление пищевых продуктов, богатых витамином К, для тех, у кого сильная свертываемость крови. Поскольку они, эти продукты, они, наоборот, усиливают свертываемость. Среди таких вот прежде всего нужно назвать плоды черноплодной рябины, шпинат и салат. Поэтому умеренно, полезно, но умеренно, умеренно. Это у кого проблемы. Для разжижения крови, наоборот, нужно кушать такие продукты. Например, жиры рыбы, они способны не только разжижать кровь, но и рассасывать тромбы. И рассасываются также склеротические бляшки. Но только нужно смотреть, чтобы рыба была жирной. Ну, например, скумбрия, самая лучшая рыба, которая подходит. Вообще, смотрите, чтобы в продуктах питания был йод. Было содержание, достаточное содержание йода. И кушать рыбку, наверное, нужно, морепродукты, не менее трех раз в неделю. Почаще кушайте свежую морскую капусту. Можете кушать и сухую, ну, перемолотую, например, на кофемолке, вот как я делаю, видите, ламинария. И вместо соли я эту капусточку добавляю во все блюда, абсолютно во все. И в гречку, и в рис, с рисом вообще изумительно. И в супы, и даже в борщ, и, ну, в общем, везде. И в салаты я везде бросаю. Вместо соли. Очень классная штучка. Всем советую. Ну, и обязательно делайте такие белковые приправки. Ну, перемалывайте грецкие, миндальные орехи. И это тоже способствует разжижению крови. Еще употребляйте, кроме вот сухой, свежей морской капусты, употребляйте просто морепродукты, вот эти морские коктейли. Потребление чеснока. Какого чеснока? Вот опять-таки рассасываем вот эту чесночную пасту. Тоже внизу сделаю ссылочку для тех, кто не знает, как это делать. Там все элементарно. Это прекрасно разжижает кровь, чистит сосуды. Я об этом говорила. Дальше. Красный болгарский перец. Обратите на него внимание. Он тоже способствует разжижению крови. Помидоры тоже уменьшают вязкость. И где-то так 3 недели вот этого, скажем, вот этой пасты чесночной употреблять. И будет прекрасный результат за 40 минут до еды. Каждый вечер, ну где-то в 9 часов, можно брать и прямо разжевывать цветки горькой полыни, запивая одним стаканом кефира. Ну не так много, чуть-чуть. Несколько цветочек, несколько штук. И делайте так в течение недели. Затем следует сделать перерыв на 7-10 дней. И повторять. Это очень хорошее средство для разжижения крови. И еще одна удивительная вещь. Может быть вы об этом никогда не слышали. Но корни шелковицы. Да, именно корни шелковицы. Берете корень шелковицы. Чистите. Кстати, очень хорошо разжижает кровь. Значит, где-то нужно грамм 300, наверное, на 3 литра корней шелковицы. Да, на 300 грамм где-то 3 литра воды. Заливаете, промываете, прочищаете хорошо 300 грамм корней. Заливаете водичкой примерно на часа 2, чтобы в воде. Сливаете ту воду, другую наливаете. После этого ставите на медленный огонь. После закипания 15 минут прокипятить. И у вас получится такой вот отвар. И вот его процедили, охладили, поставили в холодильник. И 3 раза в день, в течение 5 дней, пейте себе по 200 миллилитров, по стаканчику. Можно по полстакана выпивать. Это очень хорошо разжижает кровь. Вот прекрасный рецепт. И обязательно, конечно, проращивайте пшеницу. У кого с кровью проблема, очень вязкая кровь, вот чтобы разжижать ее, кушайте 1 столовую ложку проросшей пшеницы. Заливайте льняным маслечком немножко. И добавляйте везде. В салатики добавляйте, в кашу, в гречку, в рис, в чечевицу очень хорошо. Ну, а самое лучшее средство, которое разжижает кровь, это, конечно же, наша имбиротерапия. Это имбирь, лимон, мед. Можете делать разные конфигурации. Но вот эти 3 ингредиента в баночке, это просто супер, как разжижает кровь. И самочувствие улучшается, и сосуды укрепляются. Вообще, изумительная вещь. Добавляем в чай и пьем себе, наслаждаемся, радуемся жизни. Еще очень хорошо взять на вооружение корицу. Корица отлично разжижает кровь. Пьете чай, добавляйте туда корицу. Пьете кофе, добавляйте корицу. Везде и всюду делаете кисель, добавляйте туда корицу. Ну, вот это вот самое такое частое употребление. Такие рецептики. Вот. Ну и последнее. Последнее, это, конечно же, дайкон. Дайкон невероятно хорошо разжижает кровь. Поэтому делайте его и в сыром виде, и в вареном. Кстати, в вареном виде у него появляются другие действия, а в сыром сохраняются полностью все витамины. Но смотрите, у кого там с желудком проблемы, кто там... Каждый знает свой организм лучше, чем кто-либо. Я говорю на своем примере. Вот мне подходит вот это. А как кому из вас и что подходит, это я не знаю. Поэтому думайте сами, решайте сами, что вам употреблять, что нет. Пробуйте сами. Потому что у каждого свое. У одного аллергическая реакция на мед. У другого на цитрусовый. У третьего еще на что-то, на рыбу. У четвертого. Поэтому вы не прыгайте, как говорится, с головой. Вы сначала просмотрите дно. Вы себя проверьте, а после этого употребляйте. Я лично говорю то, что делаю я. И это мой опыт. А как у вас, я не знаю. Может быть, у вас какие-то проблемы. У меня профилактика. У меня... Я здоровый человек. У меня все работает, как часы, только по той причине, что образ жизни. Такой у меня образ жизни. И другой я не приемлю. Потому что каждый день – это изучение мира. Каждый день – это познание. Узнать, а что еще создал такое интересное Господь, что поможет жить весело, в радости, в хорошем настроении, в удовольствии, на благо своим родным и близким. Чтобы они не мучились со мной, а радовались. Чтобы я им была в помощь. Ну вот, пожалуй, и все. Я вам всем здоровья желаю. Я вам всем до единого желаю благословений Господних. Пусть Господь Бог благословит вас обильно во всех сферах вашей жизни. И чтобы ваши планы совпадали с планами Господа Бога на вас. Потому что на каждого из вас Господь Бог имеет свои планы. Не забывайте, что вы все дочери царя-царей, сыновья царя-царей. И никак не меньше. Не принижайте себя. Не надо. Раб Божий – это соработник. Это тот, кто вместе с отцом своим работает на поле. А не смотрит, как отец пашет по отношению к земному шару. А кто-то лентяничит. Нет. Мы и рабы. Рабы по тому понятию. Соработники. А кроме этого, мы являемся неотъемлемой частью Божьего плана. Именно для этого он нас вот так вот создал здесь. На каждого из вас есть план. Не упустите свой шанс. Пока-пока.